привет мои дорогие рукодельники и рукодельницы вы на канале рукоделие наслаждение и с вами наташа дует хочу показать вам что у меня получается с рукавом значит вот так вот я закончила один рукав в конце резиночка как я так и говорила буду делать и здесь я решила пустить чуть выше локтя на рукаве косичку здесь с этой стороны у меня вот бог получается где идет имитация шва то есть косичка получается идет по центру рукава и получается с этой стороны более это у меня передняя часть на спинке получается рукавчик просто идет изнаночной вязкой сделан вот так получается то есть если вы делали рукав полностью платочной вязкой будет выглядеть ну вот так вот примерно у меня получается две косички еще хочу так да и тут у меня просто как сам свитер идет хочу обратить ваше внимание здесь поближе показать я косичку начинала не просто сразу добавила а вот добавила сначала один жгутик потом через ряд позже еще один жгутик и позже еще один так же сама здесь получается они как бы начинается по косой линии и дальше косичка идет такая же самое нету не убавление не прибавление на ней вот и что еще хочу обратить внимание до вот этого момента пододвину до момента косички начала я получается вот здесь вот это у меня 27 ряд изнаночный то есть все вместе 27 на 2 получается 40 54 петель 54 ряда после 54 рядов вот от этого момента но я по этим по бугоркам считаю поэтому 27 я убрала здесь 4 петелечки дальше вот здесь я уже не убавляла ничего потому что косички получается они стягивают рукав и плюс она еще не хотела чтобы рукав был полностью такой обтягивающий вот чтобы он был более как свободненький что можно было под низ еще что-то одевать тоже и сегодня я хочу вам показать как закрыть второй рукав и как вывязать эту косичку особенно получается вот это место начала как я делала на каком ряду где что добавляла и потом уже покажу конец так что если вам интересно останавливайтесь над основном смотрите дальше если вы уже поняли как это делать то можете идти и вязать сами вот тут главное обратите внимание когда вы будете переходить на резинку делайте это сразу же после перекрещивания чтобы здесь не было у вас никаких волн но потому что если он будет распущен это будет более пышный манжет вот так сейчас я установлю камеру поближе пододвинул и мы можем я тут уже кусок рукава связала до момента где нужно добавлять косичку вот единственное что может быть я вам сейчас положу и сантиметром замере вот это место где у меня 27 но таких вот полосочки если от подмышки мерить это на высоте 18 сантиметров а если от линии плеча то от линии плеча 27 сантиметров подмышки получается но где-то 17 с половиной сантиметров вот это на таком уровне уже будет начинаться косичка вывязываться для рукава значит смотрите косичку вот в самую первую вот это нашу жгутик наш самый первый я его начала вязать вот от этого от имитации шва получается с этой стороны вот я отступила 20 петель и чик и получается 21 22 23 это уже первая дуга начинается и именно я эту дугу жгутик простите начинаю вывязывать именно когда вяжу изнаночный ряд потому что в лицевом ряду как бы не видно будет все равно там все петли лицевые вот и сейчас мой рукав я провязала уже вот передняя часть моя даже нет это моя задняя часть значит я сейчас немножко вернусь назад правильному месту и покажу как я делаю дальше так все я нахожусь правильном месте смотрите вот моя имитация шва здесь идет сбоку чтобы ее видно было вот она и получается от этого момента вот эта спинка моя и вот рука ведет от этого момента от момента от спинки отчитываем 20 петель и чик здесь и и следующее получается уже мы будем я вязала здесь изнаночными петлями и сейчас когда мне нужно первый жгутик увязать от 3 петелечки сейчас вяжу лицевыми вот это уже первые жгутики дальше весь ряд получается я уже изнаночными вяжу и дальше получается продолжаю вязать изнаночными петелечками и сейчас я получается довязываю до конца ряда изнаночными после этого будет целый ряд лицевых где я ничего не изменяю так что если вы сейчас со мной вяжите вяжите довязывайте до конца изнаночный рядочек после этого и наверное я уже дойду сейчас до лицевого момента и потом мы получается будем лицевой ряд вязать без изменений без никаких потому что там где косичка где нет косички это везде идет лицевые петли идут вот довязала я до этого шва перетягиваю спицы переворачивая и сейчас буду целый ряд получается по кругу вязать лицевыми петелечками и сделал камеру немножко дальше то что мне кажется мои спицы слишком близко все лицевой ряд мы провязали теперь начинаем вязать изнаночный ряд вяжем по кругу до косички получается наши и сейчас мы должны будем добавить еще один жгутик вот давайте посмотрим сейчас на мой рукав который виде в этом изнаночном ряду получается вот здесь мы добавили один жгутик лицевой ряд провязали просто и в следующем изнаночном мы добавляем среднюю нашу средний жгутик идем вязать изнаночными пока не дойдем это получается мы сейчас по спинке рукава идем более сзади и вот мы доходим до формирования нашей косички и смотрите сейчас я провязываю 3 лицевые для косички и дальше мне нужно еще вот они три уже их видно очень хорошо и сейчас мне нужно будет вязать следующие три но мне не очень удобно что как раз перепад спиц идет именно где косичка поэтому я переодену на эту спицу на правую пока что сразу петли для косички поэтому у меня одна есть уже я туда еще переодену 23 две штучки для среднего жгутика так как мне там одна есть и еще три сразу следующий переодену для того чтобы уже потом было удобно вязать вы также сама можете переодеть если у вас тоже именно то месте получается если петли были разделены на две части то как раз получается что посреди косички и неудобно будет поэтому и сейчас мы их вернем на левую спицу и будем их вывязывать получается 6 петель я должна вернуть назад не в данный момент мы только для среднего жгутика провяжем еще три лицевыми раз два три вот уже у нас получится три для первое и три для среднего жгутика следующие три последние мы еще вяжем пока что изнаночными телечками все и теперь до конца ряда довязываем изнаночными петелечками довязали изнаночный ряд до конца и следующий наш ряд по кругу вяжем лицевыми петлями довязали лицевой ряд следующий наш ряд идет изнаночный и именно в этом изнаночном ряду мы должны будем добавить 3 жгутик перекрещивания пока что в этом ряду мы еще делать не будем мы в этом ряду только добавим 3 наш жгутик то есть мы три петли провяжем лицевыми вместо того чтобы провязать их изнаночными и первая наша косичка будет полностью уже все петли будут добавлены вот три начинается 3 лицевые для среднего жгутика 3 лицевые и для последнего нашего жгутика провязываем тоже лицевыми провязали перетягиваю спицы и оставшийся ряд мы по довязываем изнаночными петелечками все довязали изнаночными и на что еще хочу обратить внимание что мы два рукава вяжем в противоположном направлении если здесь получается от спинки косички будут добавляться под углом так же сама в этом рукаве эта спинка и вниз к переду добавляются они то есть когда будете вязать второй ряд главное отсчитывайте от спинки 20 петель и начинайте свои прибавления здесь будет просто с другой стороны вот теперь мы получается довязали изнаночный ряд в котором мы добавили последний жгутик и в этом лицевом ряду который сейчас у нас получается лицевой нам нужно будет сделать уже перекрещивание и мы перекрещиваем в первую очередь наш длинный жгутик со средним то есть наш первый жгутик будет перекрещиваться сейчас идет у нас лицевой ряд получается хоть мы добавление как бы жгутика делаем в изнаночном ряду просто в лицевом не будет видно но на самом деле можно считать что мы добавили его в лицевом ряду а перекрещивание тоже мы будем делать в лицевом ряду так же само как мы и делали вывязывание основного узора основного полотна и вот мы дошли к нашему жгутику теперь мы будем формировать косичку меняем местами 3 и 3 и провязываем лицевыми петелечками первую среднюю провязали и последний жгутик провязываем сейчас и переворачиваем нашу работу перетягиваем спицы и дальше довязываем ряд лицевыми петелечками до конца ряда изнаночный ряд после этого вяжем без изменений так что сейчас остановлю и довяжу этот лицевой ряд и изнаночный ряд без изменений вот я довязала лицевой ряд и провязала изнаночный ряд по рисунку без изменений но если мы посмотрим здесь по нашему перекрещивание то видно что нужно еще один лицевой ряд сейчас и давайте провяжем сейчас еще один лицевой ряд и еще один изнаночный ряд без изменений и так мы провязали изнаночный ряд лицевой изнаночный сейчас в лицевом ряду нашем нам нужно будет делать перекрещивание косички кстати забыла вам сказать я когда связала первый рукав я взвесила пряжу и оказалось что у меня на один рукав пошло 98 грамм пряжи то есть если на второй рукав тоже 98 грамм пряжи пойдет то получается что как раз эти 8 грамм пряжи хватило на горловину так что все-таки моточка который у меня был почти 200 грамм не получается хватит его на два рукава и на горловину но я очень рада что я все-таки подстраховалась и провязала сначала рукава поэтому потому что я могла и воротничок потому что я могла вязать со спокойной совестью и я сейчас рукав довязываю и не переживаю потому что я знаю что мне этого матка хватит чтобы довязать рукав до конца из предыдущего моточка я уже буду низ довязывать и должно этих 600 грамм хватить на запланированное платье вот мы сделали перекрещение теперь мы довязываем этот ряд лицевой после этого мы вяжем 2 изнаночных ряда и еще лицевой то есть лицевой довязываем изнаночный лицевой изнаночный и потом снова встретимся после паузы и так мы провязали 2 изнаночных лицевой и сейчас наш новый лицевой ряд чтобы вы знали если вы со мной находитесь на одном и том же ряду это то что мы сейчас в этом лицевом ряду должны делать следующее перекрещивание для косички довязываем лицевые петли доходим до косички и сейчас время снова перекрестить первую первый жгутик со со средней переодеваем их так и меняем местами и провязываем 1 2 3 4 5 6 7 8 9 и довязываем до конца лицевой ряд довязали лицевой ряд и сейчас в нашем изнаночном ряду мы будем делать прибавление для новой косички смотрите если посмотреть на мой рукав тут рядышком получается мы добавили косичку вот мы это уже сделали и мы находимся сейчас на вот этом этапе если посчитать изнаночные вот эти ряды смотрите 1 2 3 4 5 6 то есть от самой нижней нашей косички вот 1 2 3 4 5 6 мы сейчас посмотрим на наш нашу косичку и главное помните что новая косичка будет начинаться со стороны самого нижнего жгутика не не там где самый высокий а там где самый низкий то есть она вот тут должно начинаться как это если прямо получается слева от этого жгутика но тут зеркальном отображении вот но смотрите у меня здесь вот самая высокая часть значит прибавление косички у меня не будет не с этой стороны а вот именно с другой сейчас мы довязываем изнаночный ряд до косички косичку провяжем сейчас лицевыми петелечками наша косичка пошла сейчас мы перетянем спицы чтобы пойти на обратную сторону и между косичками у меня получается идет 4 петельки вот это расстояние 4 петли поэтому мы сейчас вот здесь вот можно тоже посчитать смотрите вот наша первая косичка идет такой ряд и мы получается считаем следующий раз-два-три-четыре-пять а значит может рановато еще раз сейчас посчитаю потому что хочется чтобы они были одинаковые мои ряды раз-два-три-четыре-пять да все значит в этом году мы ничего не добавляем значит довязываем этот изнаночный ряд еще раз лицевой вяжем без изменений и только потом будем добавлять хорошо что просчитала еще раз так после лицевого вот идет этот изнаночный ряд которым мы будем прибавлять новый жгутик провязываем косичку сейчас перетянем спицы на другую сторону и вот снова мы сейчас на этом моменте смотрите если мы сейчас просчитаем тоже получается все правильно вот раз два три четыре пять шесть все шесть наших изнаночных рядов есть теперь мы вяжем 4 петелечки изнаночные после косички 1 2 3 4 изнаночные провязали теперь три петли лицевыми для нашего нового жгутика видите этот наша косичка именно с левой стороны для того чтобы она была на руке спереди все три для жгутика сделали теперь все остальные петли довязываем изнаночными до конца ряда провязали и после это сейчас перетягиваем наши спицы снова и у нас получается сейчас должен идти лицевой ряд и перекрещивание косички так вяжем лицевыми нет сейчас вот от шва до начала косички здесь у вас должно быть 20 петель но если у вас было такое же количество петель чак как у меня 20 петель чак провязываем лицевыми дальше косичка идет тоже лицевыми перекрещив 1 3 провязываем и следующие 6 меняем местами поменяли и начинаем вязать лицевыми дальше соскочила петелечка все сделали перекрещивание переворачиваем и дальше вяжем наш лицевой ряд довязываем без изменений и начинаем вязать изнаночный ряд и в изнаночном ряду сейчас посмотрим да визнано сейчас лицевой довязывайте и изнаночные вяжите до этого момента и потом добавим еще средний жгутик вот я провязала и перевернула петелечки сейчас я должна вывязывать здесь изнаночный ряд 4 петелечки изнаночных после косички дальше 3 лицевые и мы добавляем еще один жгутик поэтому еще три вяжем лицевыми 1 2 3 и оставшиеся петли изнаночными 1 2 3 4 5 6 7 8 9 петелечек получается у меня идет после жгутика этого перетягиваем сейчас спицы и вяжем лицевой ряд без изменений и сейчас мы снова в изнаночном мы провязали лицевой ряд без изменений сейчас изнаночный ряд у нас идет и вот наши четыре петли изнаночные мы вяжем и потом наша новая косичка вот 1 2 3 петли 1 жгутика 3 петли 2 жгутика и сейчас мы добавляем 3 петли для 3 жгутика все теперь у нас есть 9 лицевых петель чик для следующей косички мы изнаночный ряд наш доделываем до конца переворачиваем делаем протягиваем и смотрим а значит в этом лицевом ряду нам нужно будет делать перекрещивание для косички и обратите внимание мы будем делать перекрещивание обоих обоих рядах вот у нас идет лицевая петелечка лицевой ряд вяжем лицевыми петлями и сейчас мы будем делать перекрещивание как раз у нас хорошо получается что первый жгутик будет перекрещиваться со средним желтиком и так же самое должно быть и во второй косички завязываем ее так провязали эту косичку перетягиваем спицы и вяжем первые петли 4 у нас лицевые то что идет между косичкой и дальше получается мы первое перекрещивание делаем в этой косички в новой которую мы добавили вторую нашу и провязываем и 3 петелечки следующего жгутика и до конца ряда вяжем лицевыми петлями и до конца ряда мы уже доходим лицевыми петлями и после этого момента мы уже вяжем до желаемой длины делая перекрещивание так же самое как вы на платье вязали каждый раз жгутики будет у нас косички одинаково перекрещиваться и вяжем получается до желаемой длины и в конце когда вы будете уже готовы вывязывать манжет после паузы я вам покажу как это делать все вяжем дальше я буду тоже вязать до желаемой длины и так вот мы уже подошли к концу я связала желаемую длину своего изделия и после этого мы начинаем набирать резиночку один на один еще раз напомню что лучше всего резиночку начинать набирать после того как вы только сделали перекрещивание для того чтобы здесь не было никакой пышности в манжете я уже один ряд провязала резиночкой один на один потому что так увлеклась вязанием что забыла что должна с вами вместе это сделать но я думаю что это не смертельно и мы сейчас с вами будем вязать резиночкой один на один после поворота я вот после своего шва я начала набирать с лицевой петли и вот идет лицевая петелечка изнаночная лицевая изнаночная соскочила вот лицевая изнаночная лицевая изнаночная первую часть этого мастер-класса записала уже два или три дня назад и у меня настолько взяло много времени чтобы довязать этот кусочек маленький рукава до конца чтобы записать последнюю вот эту часть как вывязать манжет но все же я добралась и добралась до этого момента манжета и сейчас показываю вам как это делать вот лицевая изнаночная такая вот простая резинка которая так прекрасно украшает наш рукав переворачиваем перетягиваем спицы кто вяжет на круговых как я и дальше продолжаем вязать изнаночная лицевая изнаночная лицевая изнаночная там же где косичка так же само продолжаем вязать лицевая вот изнаночная лицевая изнаночная и мы уже доходим до конца ряда нашего по кругу мы обошли вот так у нас классно получается уже прорисовывается маленькая резиночка так как это у меня уже был второй рядочек и получается если мы посмотрим на эту работу то я провязала 8 рядов вот по изнаночным очень легко посчитать смотрите 1 2 3 4 5 6 7 и 8 ряд это получается у меня я закрывала восьмом ряду сейчас я остановлю видео и довяжу резиночку еще 6 рядов без вас и вы тоже продолжайте и потом мы вместе дружно закроем конец рукава и так я связала манжетик до желаемой высоты проверяем еще раз 1 2 3 4 5 6 7 8 еще раз 1 2 3 4 5 6 7 8 так все правильно и теперь мы будем закрывать наш рукавчик так же само как мы делали на горловине мы будем закрывать лицевые петелечки лицевыми и вместе как лицевой провязываем а изнаночные изнаночными и главное помните что нужно здесь край наш его нельзя вязать сильно свободными петлями как более даже я не знаю когда первый манжет закрывала то мне пришлось его я как бы более закрывала таким такой же размером петелечек как вязала я но манжет оказался растянутым по краю поэтому я распустила и еще раз закрыла только уже более вот как получается затягиваю ниточку прям по спице и провязываю и снова вот эту петля она у меня не растянутая а прям натянута по ширине спиц ну конечно можно взять я думаю спицы поменьше размера и тоже ними закрывать но тогда нужно так угадать чтобы не было затянутый конец рукава но у меня очень хорошо получилось просто вот я подтягиваю видите ниточка полностью как натянута вокруг этой спицы потом я закрываю она сейчас у меня растянута более да и я ее опять подтягиваю так прям плотненько вяжу закрываю прям плотно так потому что чтобы манжет был не растянутым и снова вот подтянула лицевую и так туго закрываю получается если туго закрываете видите он более ровно идет манжет получается поэтому закрывайте туго ну я думаю конечно пряжа тоже разная бывает у меня более толстенькая пряжа и может быть это связано с тем что это акрил то есть он не такой мягкий я знаю что после стирки он станет очень мягким этот свитер и потому что я уже вязала из этих ниточек но до стирки пока я вяжу то ниточки достаточно такие упругие можно так сказать вот поэтому нужно более туго вязать 5 лицевой изнаночный снова лицевая петелечка снова изнаночная лицевая изнаночная 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 лицевая вот последняя лицевая теперь смотрите я ее просто немножко так оставлю поворачиваю вязание на другую сторону подтягиваю спицу рабочую и сейчас у меня будет изнаночная а вернее это да это лицевая получается мы смотрим по провязанной петли а не последующей нашей вот так вот если здесь лицевая идет значит закрываем лицевой даже если это как бы изнаночная изнаночная опять лицевая изнаночная не забывайте подтягивать чтобы туго было как на горловине то наоборот мы хотим более более-менее так нормально закрывать средними петлями не слишком растянутыми и не слишком тугими потому что там у нас должна голова пройти здесь же на манжете рука кисть она достаточно тоненькая и нам можно спокойно более туго закрывать вот нам остается всего лишь несколько петель закрыть и как я уже говорила я была очень рада что у меня ушло немножко меньше чем 100 грамм пряжи это значит что еще немножечко ниточек я могу больше добавить на низ платья и я рада что я так сделал потому что не будет у меня остаточки такой пряжи пару грамм лежать по дому и вот мы дошли до края наша последняя петелечка получается когда я закрывала я тут ее растягиваю свой край если так немного потянуть получается так рукавчик и сейчас мы должны наш краюшек заделать сейчас я остановлю видео возьму свой крючочек ничего там мой край обрезаем ниточку и край закрываем захватываю последние две косички затягиваю сюда и теперь можно краю затянуть так получается в эту сторону повернуть правую правильно что у меня здесь вот изнаночка и нужно будет еще раз закрепить я еще один узелочек сделано его не видно будет особо но зато пряжа уже будет в краю заделана и потом просто так берете и протягиваете ниточку вовнутрь туда и так дальше дальше все ее видно не будет так получается два моих рукава доделанных ура теперь нам остается доделать низ так и покажу вам насколько у меня вот у меня еще такой маленький рулончик пряжи остался здесь наверное не знаю грамм пару грамм достаточно легкий он мягкий он не такой пышный вот значит его я могу добавить еще на низ платья и продолжать вязать все значит рукава у нас готовые мы их сделали с косичками теперь нам остается довязать желаемую длину низа до момента дуги вывязывания дуги поэтому мне остается еще там небольшой кусочек провязать я думаю день-два или может сколько у меня возьмет в зависимости от остальных моих забот вот я довяжу низ до желаемой длины и мы будем вместе с вами в следующем мастер-классе вывязывать низ платьечко вот желаю вам успеха с вашими рукавами вопросы задавайте буду рада все пошла ставить видео для того чтобы вы его увидели пока с вами Продолжение следует...